В стакане кофе, поэтому... А, извини, это наше упущение, что в стакане кофе. Старались как могли. Ребят, ну, доброе утро вам. Доброе утро. Вот, всё, вот теперь действительно доброе утро. Начнём сразу с каверного вопроса. У нас сегодня тема эфира была, что если бы была возможность поменять своё образование, закончить какой-то другой факультет, что бы вы выбрали? Я бы однозначно, сто процентов, после окончания школы пошла бы учиться актёрскому мастерству. И сейчас очень жалею, что этого не сделала, но постараюсь как-то наверстать упущенное, хотя бы ускоренно. Я очень жалею, что это не сделала. По-махатовски. Ты переигрываешь. Да, и так переигрываю. А вот просто уточняющий вопрос. Драматическое или комедийное? Наверное, драматическое. Вот я всегда знала, что во всех вот людях, которые ха-ха-ханьки, хи-хи-хи-ханьки. Слушай, это утро. Конечно, это драма. Арсений, а ты? Я бы обязательно занялся наукой и пошёл бы на, например, на археолога, потому что всю жизнь мне были интересны различные с детства динозавры, всякие неизведанные животные, какие-то исторические раскопки и так далее и тому подобное. Я, во сколько сегодня, откапывала одни бутылки, вот знаешь, там в песочнице. Ну, а в Тольятти своеобразная археология. Кстати, ещё одну мы тему обсуждали. Английский писатель заявил, что не исключает вариант, что в следующем году Нобелевскую премию в области литературы получит группу «Любе». Кому бы из российских певцов вы бы присудили Нобелевскую премию? Литературную, да? Да, да, да. Литературную Нобелевскую премию из музыкантов именно. Да, да, да. Мы потеряем его сейчас. Сложно, сложно. Ну, он просто думает, как бы сказать Арсений Бородин, но при этом не показаться числавным. Просто в 10.05 не вспоминаешь. А я бы отдала Нобелевскую премию всему подразделению «Блэкстара». Вау! Я бы пыталась тебе такое крылатая вспомнить, которая на века. Ну, уже такие текста, ребят. Ну, вот чего? Текста, именно вот текста, да. Текста. С душой, от души. Да, ну, Нобелевскую премию литературную должны получать всё-таки... Оставим это писателям и поэтам. Тем более у нас в России достаточно большое количество талантливых людей. И спасибо им за это. Ну, вот сейчас это было обращение Арсения Бородина к Бобу Дилану. Писатели получают. Нет, моя любимая песня «Нак Нак Накенон Хевенс Дор». Как вы уже... Вот мне на футболке даже написано. Да, 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 мы разглядели. Вот. Поэтому всё-таки... Заслуженно. Про него, да, могу сказать, что заслуженно. А вот вы у нас тоже ведь творческие личности, которые многосторонне развиты. Вы, нет-нет, допописываете текстики какие-нибудь? Я... Нет, и слава богу, потому что это получается... Ну, вроде бы есть, может быть, какие-то задатки к этому, да? Потому что, ну, как-то у меня не идёт. Я понимаю, что я всё-таки не автор именно... Актёр. Я актёр, друзья. Я актёр. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и предоставим наш эфир Артёму Пивоварову. Он исполнит для нас композицию «На глубине», а потом вернёмся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кирилл Исаков, Арсений Бородин и Настя Ивлеева у нас в гостях Ну вот Арсений Бородин уже сосредоточил своё внимание, что он очень брутален, он весь такой в рок-обработочке сегодня Да если честно, то нет Я так живу Если честно, то нет, потому что да, вот как-то так получилось, что как образ жизни так сложился и всё Я всё хочу спросить, а как вот твои, нельзя сказать бывшие фанатки, да, но как фанатки, которые перешли за тобой из группы Chelsea, отреагировали на смену имиджа, что ты стал более брутален и жёсток Начну с того, что я профессионал, я с шести лет занимаюсь музыкой, учусь и учился не только в России и за рубежом, и в Германии, и в Соединённых Штатах Америки И набирался опыта для того, чтобы развиваться в своей стране и делать ту музыку, которую я всегда мечтал делать на русском языке, что очень важно И поэтому я, как профессиональный музыкант, отработал контракт семилетний, ни разу не нарушив ни одного данного обещания, даже без бумаг И, собственно, сейчас я делаю то, что я люблю, то, что я хочу, меня зовут так, как зовут, и поэтому проект так и называется, собственно, здесь нет никого подвоха Ты себя чувствуешь в такие моменты профессиональным футболистам? У тебя закончился контракт с Chelsea? Да, если честно, у нас есть профессиональный футболист Он, кстати, работает на Страна-ФМ, насколько я знаю, сейчас Дэн Петров Он играет в нескольких сборных по пляжному футболу и по обычному классическому футболу Мы вот про детство просто начали, у нас очень многие звезды приходят и говорят, что родители все детство им талдэчили Найди нормальную работу, перестань заниматься фигней Насколько я знаю, твой папа, наоборот, тебя всегда поддерживал и верил, что взойдешь Хочешь расстроить родителей, займись искусством, есть такое действительно выражение А твой папа такой приходил, так, Арсений, Арсюша, да выкинь ты эту ерунду из рук, нафиг тебе нужна физика, иди играй на гитаре, дорогой Ну, если честно, то я все детство испытывал тягу к радиотехнике, к различной Я пытался что-то у папы украсть паяльник и что-то спаять, все время какие-то микросхемы между собой соединял Но при этом я всегда напевал различные припевы песен, которые звучали у нас дома Музыка у нас звучала постоянно, потому что папа работал на самой популярной студии звукозаписи в городе И у нас звучала западная музыка, российская хорошая музыка И это был пар Горького из российских артистов и из зарубежных артистов Это был Майкл Джексон и весь-весь рок и Black Sabbath, естественно, и так далее Как много у нас общего, я просто когда в классе... Black Sabbath, когда ты услышишь... Да нет, в классе во втором-третьем я пыталась делать уроки, моя сестра, она все врубала, вот это Москва, колено, и я помню, что у меня глаз подергивался немножко О, это же из Визрука песня У нас Настя молчит Аршухин, звездный час А, мне очень понравилось выражение Арсения Меня зовут, как зовут Мне кажется, это прям как цитаты великих людей Это цитаты великих людей Ольги Бузовой, я в Инстаграме посмотрел Меня зовут, как зовут Цитаты великих каждое утро Меня зовут, как зовут И сейчас где-то плачет один кличко, да Что за утренний юмор? Меня зовут, как зовут За 10 рублей шутки пошли Друзья, присылайте деньги, мы будем шутить лучше Это фактически своя игра, шуточки за 10 рублей Лучше присылайте свои вопросы на нашу группу ВКонтакте ВК.ком слэш страна.фм Пишите, да, либо вы Нобелевскую премию По литературе Ольге Бузовой За фразу меня зовут так, как зовут Это, кстати говоря, заслуживает внимания Друзья, давайте сейчас мы снова прервемся Будет у нас сейчас серебро перепутало А потом вернемся и продолжим беседу Я устала любить пустоту Похоже, впервые За тебя никогда не умру Но, может, другие И мне не надо слов Будет легче так Догорится, мол, на солнце И я смогу без снов Только иногда Если хочется сердцу Я перепутала Думала, что любовь Но оказалось неправильно Я перепутала Думала, что любовь Я исключение исправила Я перепутала Думала, что любовь Но оказалось неправильно Я перепутала, думала, что любовь Я исключение исправила Я просила остаться тебя Не слишком красиво Не нащупала пульс, уходя Я все-таки мимо И мне не надо слов, я все поняла Я заправила нашу просты И я проснусь от снов Жаль, что я спала И жаль, что все слишком просто Я перепутала, думала, что любовь Но оказалось неправильно Я перепутала, думала, что любовь Я исключение исправила Я перепутала, думала, что любовь Но оказалось неправильно Я перепутала, думала, что любовь Я исключение исправила Я расположена не осуществляется Я закручена, думала, что любовь СТРАНА ФМ Все к лучшему Ну вот, Кирилл сокрушался, что Настя у нас молчала в прошлом выходе. Сейчас я задам Насте вопрос, я даже попрошу ее прокомментировать новость. Ольга Романовская выложила в своем инстаграм в середине ноября фотографию, где намекнула, что ты станешь участницей солисткой группы «Квинс». Как ты можешь ответить на это? Солисткой группы «Квинс». Как хочется пошутить пошло на эту тему, но пусть отвечает Настя. Ну вообще так получилось, что вот эту вот уточку такую вот, собственно, дала как раз я в своем инстаграме, откуда уже пошла волна. Но так получилось, что у группы «Квинс» была презентация, на которую мы с Арсюшей Бородиным приехали. А кто это? А тут вот такой бывший из Челси. В общем, мы приехали, и самое удивительное, что с девочками из Виагры, с девушками. Я не была знакома лично ни с одной, и на презентации они как-то меня вот, как-то вот так вот, давай сфотографируемся. И сказали, что они на меня подписаны давно. И как-то вот так слово за слово, и мы что-то уже и поговорили, и познакомились, и посмеялись. В итоге сделали общую фотографию, которую, собственно, выложили непосредственно в инстаграм. Они подписаны на тебя давно, они просто перепутали с московским комсомольцем, с газетой. Давайте, знаете, во что поиграем? Есть у нас такая рубрика «Продолжение следует». То есть мы даем вам начало некой фразы, а вы ее заканчиваете. Получатся такие некие правила жизни, как это в журнале «Сквайр» называется, а мы, в свою очередь, тоже все затерем. А мы по очереди будем отвечать? Да, давайте по очереди, чтобы было интереснее. Нет, давай одновременно, вот и проверим, насколько мы сходимся. Кстати, это вариант, хором будем отвечать. Мое первое видео было про... Алкоголь. Нормально. Утренняя тема. Музыку я люблю за... Спасибо. Ненавижу с детства музыку. Боже, благослови рэп. Лучшая кличка для домашнего животного. Адольф. Неплохо. Продолжаем утренние темы. Моя любимая татуировка. Микрофон с крыльями у меня на груди. Микрофон с крыльями. Ну, это очень тупо звучит. Микрофон с крыльями, согласен. Я чаще всего использую эмодзи, которые выражают... Какашку. Нет, сердечко. Понял? Понял? Но не тебе, Арсений. Я заметил. Да, поэтому, собственно, Арсений и ответил, что он чаще всего видит о тебе. Мой день не обходится без... Меня. Без тебя. Без тебя. Без Стаса Михайлова не обходится день, Арсений. Это мой пароль от Wi-Fi, между прочим. Стас Михайлов. Моя любимая одежда? Лосины. Леопардовые, надеюсь? Нет, замшевые. Мой самый безбашенный поступок? Ждет меня еще впереди. О, философ. А твой самый безбашенный поступок? Переехать в Москву и жить. Если бы я был девушкой... То я бы... Бы переехал жить в Playboy Mansion в Лос-Анджелесе. Неплохо. Любишь пенсионеров. Я понял. И если бы я была парнем... Я бы хотела попробовать свободное отношение. Yes. Вот это подробности сейчас. Арсений в шоке тоже. Показать все, что скрыто. Это про нас. Ну, а вот ты затронул уже такую тему. Рискованный переезд в Москву был. Это был какой-то порыв? Да, это был порыв, который копился многие годы. Я жила до этого в городе Санкт-Петербург. И у меня была очень такая хорошая мотивация на переезд. Чувствую, будет история животрепещущая. Я предлагаю чуть-чуть побольше времени на нее уделить. Сразу после песни группы Клея Брюмова. С удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok Кажется, что ты беременна. Хочу с тобой валяться на диване И будем выбирать детям имена Главное не думать о пустом кармане Зачем нам молодым с тобою седина Хочу с тобой познать секреты счастья В рассе босыми бегать поутру Чует мое сердце, что ты скрываешь Да что-то ты скрываешь, а что я не пойму Время от времени мне кажется, что ты беременна От этой мысли кругом голова Время от времени мне кажется, что ты беременна Время от времени мне кажется, что ты беременна От этой мысли кругом голова Время от времени мне кажется, что ты беременна Хочу пацана Время от времени мне кажется, что ты беременна Распасеют семена Время от времени мне кажется, что ты беременна Время от времени мне кажется, что ты беременна От этой мысли кругом голова Время от времени мне кажется, что ты беременна Если честно, хочу пацана Время от времени мне кажется, что ты беременна Распасеются имена Время от времени мне кажется, что ты беременна Страна ФМ Это действительно Страна ФМ Валерия Майорова, Кирилл Исаков В гостях у нас Арсений Бородин и Настя Ивлеева Популярный блогер, которая сейчас Вот преломный момент произошел Она сказала, что решила петь Ребят, давайте не будем забывать Что помимо блогера, я еще и телеведущая И актриса И актриса Нет, я не актриса Ты начала до песни Клея Угрюмова рассказывать Почему ты переехала из Питера в Москву Подожди, а как же вот это вот сейчас модно писать Фотограф, бармен, модель Арсюш, эта шутка уже себя пережила Извини Значит так, по поводу переезда 15 секунд молчишь, это наказание Выведите Бородина отсюда, пожалуйста, мешает Он тихонечко сидит Это прям фраза из дома 2 В общем, по поводу переезда Петербург прекрасный город, но мне больше нравится быть там туристом все-таки Потому что климат и сложившаяся ситуация с болотом и балтийскими ветрами Очень тяжело на мне сказывается, так как человек я творческий Люблю подепрессировать Поэтому там я депрессировала постоянно А тут там веселуха какая А там не было пинка вот под попу Вот знаете, самое интересное, потому что когда я переехала в Москву Я понимала, что зачем я тогда переехала Мне нужно срочно что-то делать Вертеться, крутиться Нет мамы, нет там папы, нет никого Ни подруг, ни братьев, ни сестер И все, и все пошло автоматом с первого дня Я начала работать, работать, работать Вот с первого дня с вокзала куда пошла автоматом? За шурмой Практически, кстати, да, потому что очень хотелось есть Кирилл-то тоже просто так делал, да Естественно И мы поехали, я приехала с девочкой Мы снимали комнату на двоих Приехали, поехали туда, собственно, заселяться Раскладывать вещички И мы еще так сели И так это необычное чувство, конечно, не описать Когда ты в другом городе И сидишь такой Что делать? Еще депрессняк питерский не выветрился Балтийские ветра его не выдули еще Арси Да? Можно уже говорить? Да Штраф снят с тебя Да Ты стал прям вот, ты сейчас рокер прям такой настоящий Да нет Да нет И поблескивая, значит, металлом на своей косухе Сказал Не, у нас просто вообще в стране напутанные понятия по этому поводу И я уже даже не хочу эту тему поднимать Ну, я все равно для тебя подготовил анкету настоящего рокера Давай Ответь на несколько вопросов Сейчас мы поймем, насколько ты рокер Давай Ты сейчас трезвый? Да Минус Сколько судимости у тебя? У меня были в детстве всякие там хулиганства, приводы Судимости сколько? Ни одной Минус В каком количестве городов у тебя есть незаконно рожденные дети? Ой, это я не знаю Ну, то есть не исключая В смысле? Неплохо Плюсик тебе напротив фамилии Ты прыгал в толпу фанатов? Да Сколько раз ловили? Три А сколько? Нет Ну, раз пятьдесят Напой песню группы Челси Какую? Любую Самая моя моя Отлично А теперь Мотли Крю Неплохо Рогер Неплохо Но все-таки да Реабилитировался, несмотря на то, что тризы А вы знаете, как эта песня была написана? Как? Когда в очередной раз у Никис Икса остановилось сердце Он его запустил в клинике и пошел написал эту песню Ну, конечно, отлично Я знаю многих артистов, в которых отключается сердце Они потом целый альбом и пишут Но не о Никсе сейчас речь, друзья Руки вверх, когда мы были молодыми Давайте послушаем Когда мы были молодыми Друг друга так ценили, мы и так любили Ты младше на год, а мне шестнадцать И каждый день в тебя готов я был влюбляться А помни, что дом мы с тобою вдвоем И я тебе включаю самый первый мой альбом За окном идет дождь, мы с тобой не спим И ты мне говоришь, что я твой номер один Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда мы были молодыми Наивными такими были и простыми Уже смело ты в летнем платье А я хочу скорее попасть в твои объятия И пусть годы летят, их уже не вернешь И пусть уже других кумиров любит молодежь За окном идет дождь, мы с тобой не спим И ты мне снова шепчешь, ты мой номер один Субтитры сделал DimaTorzok Руки вверх, когда мы были молодыми Но мы пока не состарились, когда мы были и есть молодыми Валерия Майорова, Кирилл Исаков, Арсений Бородин Настя Ивлеева Продолжаем мы беседу Настя, на тебе сейчас фокус внимания застрим Ты телеведущая Да Все, спасибо Спасибо Нет, и ты всегда хотела быть телеведущей, да, насколько я знаю Сейчас Это правда? Да, это абсолютная правда Сейчас есть такое предложение проверить, насколько ты готова вести новости Жестко Сейчас мы тебе дадим текст новостей Новости не совсем тривиальные Твоя задача их максимально серьезно прочитать Без улыбок Я знаю, что такое новостной формат И не отвлекаясь на все, что происходит вокруг А вы будете меня отвлекать? Нет Мы пока поспим Ты готова? Итак, дорогие друзья Выпуск новостей от Насти Ивлеевой Слушаем Санта-Клаус оградил банк, чтобы расплатиться с эльфами По словам очевидцев, Санта находился в приподнятом настроении Игривый заявил, что деньги нужны ему, дабы заплатить своим эльфам Жители Красноярска, у которого отключили свет, пришел пить чай в администрацию города Позже молодой человек сообщил, что чаепитие прошло удачно В Кувейте попугай рассказал жене об измене мужа Птица начала повторять слова, которые ранее говорил муж своей любовницы, оказавшейся их домработницей Австроилийская полиция ищет вора по отпечатку ягодицы Это лишь вопрос времени, когда мы идентифицируем злоумышленников И найдем, говорит представитель полиции На самом деле это может длиться бесконечно, потому что Кирилл пошел массировать Настю Причину На самом деле, подождите, подождите Знаете, что важно? Вот любой новостной лист, который, соответственно, ведущий должен будет зачитать по суфлеру, неважно, по листочку Как минимум читает 20 раз Конечно Минимум 20 раз Это в идеальном мире Кирилл, новостной лист В общем, это в идеальном мире Друзья, это был выпуск новостей от Насти Влеевой Давайте ей поаплодируем Вот так вот громко Ты большая молодец, справилась Во-первых, новости такие достаточно смешные Да еще и массаж был... Нет, не смешные, грустные Окей И массаж был так себе Поэтому, ну, чего же ты сделаешь? Я даже забыла, что он массаж делал Человек хочу подготовить к реальной жизни На самом деле, как новостник, Кирилл тебе сейчас расскажет Что он одной ногой пишет, другой ногой распечатывает и уже в эфир бежит А Кирилл пишет ногами Обалдеть Да, это всегда непросто На руках бежите, да Ну что, перейдем к сути Да Есть информация Что совсем скоро будет у тебя сольный концерт Рассказывай, где, когда и чего ждать поклонников Арсений Да, действительно, мы решили сделать замечательный зимний концерт В клубе 16 тонн В легендарном клубе 16 тонн В городе Москва Возле метро 1905 года Прям возле метро Перестинский вал, прям возле метро И это будет 12 декабря, понедельник Понедельник день тяжелый Тяжелой музыки А вторник будет тяжелее, судя по всему, чем понедельник А вторник будет тяжелее, потому что во вторник у меня день рождения Но Ох ты Но Мы начинаем в понедельник Собственно, вечеринку У Дэдс Ло дома И концерт Да Вот в клубе 16 тонн Мы очень всех ждем Это будет очень классно Незабываемо И перед Новым годом, мне кажется, очень классно Можно оторваться будет И Мы надеемся, что Настя нас посетит Осветит нас своим светом Пошутит свои Пошутит свои шутки несмешные Зачитает новости, придет То есть ты сейчас человек отпугнул Если серьезно, то То да Она будет у нас тоже В гостях Спасибо, Арсений, что пригласил Арсений, заинтриговал Очень хочется посетить концерт Я думаю, что не только нам, но и нашим зрителям и слушателям Ну а теперь, друзья Тоже очень важный момент Потому что настало время Премьеры? Премьеры клипов и песни В клипе, в котором вы снялись вместе Что же мы приперлись-то вдвоем, собственно Поэтому давайте сейчас посмотрим, послушаем А потом вернемся к беседе Арсений Бородин, родная Слушаем и смотрим Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за все Вы словно огонь Меня сжигаешь Ты слов на огонь Мне так повезло И ты это знаешь Ты именно то О чем мешал я Спасибо за все, теперь родная Вокруг все знают, как надо жить С кем не встречаться и постель делить Но ситуация такова, как об стену их слова Ты для меня настоящий клад Лучшая из всех моих наград Мы будем вместе с тобой всегда Детка, я люблю тебя Ты словно огонь, меня сжигаешь Мне так повезло, и ты это знаешь Ты именно то, о чем мечтал я Спасибо за все, теперь родная Ты словно огонь, меня сжигаешь Мне так повезло, и ты это знаешь Ты именно то, о чем мечтал я Спасибо за все, теперь родная Вот он этот кадр, в интернет-версии с него начинается клип и заканчивается Расскажите, друзья, как это все снималось, кому в голову пришла идея? Ай, можно я расскажу, пожалуйста? Да Ой, это что-то я ощущала, вызвалась, а потом подумала, господи Короче, дело было так Что, прям рассказывать по-настоящему? В общем, на самом деле, это была фотография изначально, просто обычная фотография на телефон Такого формата Ваше же, ваше же исполнение И потом, когда Арсений в нее всматривался, конечно же, вечерами, днями Он что-то сползает, может быть, ему неловко там Я сейчас Райтера сказала, да? Он вспоминает фотографию Нет, и на самом деле, он, вернее, понял, что с этого было бы прикольно начать видеоклип И, в общем-то, из-за этой фотографии, которая родилась абсолютно экспромтом Родилось вот целое видеотворение божественное Да, потом у нас началась дискуссия на тему того, какой же должен быть сценарий Приходил в голову всякий бред И в очередной вечер я просто поговорил с Настей Я говорю, Настя, как ты считаешь, какая бы идея была интересная Мы начали вместе накидывать вот эту тему, в итоге, которую вы можете увидеть в полной версии в интернете И понять, собственно, почему же так там должно быть смешно и в каком месте смеяться А так получилось достаточно, на мой взгляд, необычное для российского телевидения, музыкального работа И, в общем-то, вот Ну, первый кадр цепляет, согласись Да Настя, вот ты уже тут поделилась немножечко, что слегонца было неловко разгуливать в трусах по съемочной площадке Как ты все-таки отважилась? Ну, ко всему привыкает человек, да, безусловно О, как! Вот это философская мысль Да, я тут сначала постеснялась, потом думала, господи, да пускай смотрят Но когда они еще увидят такую красоту в жизни? Look at this guy! Когда? This is best for you Все, я такая думаю, ладно, с Богом У меня был вопрос, вот, почему вы вместе сняли клип Арсений, понятно, поучаствовать в постельной сцене с красивой девушкой А ты вот почему вот так вот отворишь? Вообще наоборот, если честно Я решила поддержать молодого артиста Молодого артиста Нет, не молодого артиста Отечественного производителя, скажем так Как-то украсить хотя бы одно его творение Рассказывай правду Рассказывай правду У него все эти клипы скучные Такую правду зацепились Что ты скачала все наши альбомы Которые даже еще не вышли Ребят, вот была такая, знаете, заманушка Не побоюсь этого слова Что именно в этом клипе, если вы дождетесь Вы узнаете, кому Арсений признается в любви Так кому? Женщине или музыке? А это в каком клипе? Вот в этом клипе Это ваши пиарщики так считают Интересно, Арсуха, интересно Это было из прошлого клипа Это было про песню «Музыка» Да вы что? А в этом определенно женщине Нет, в этом определенно вообще другая история Здесь история в том, что парни все время тупят И стесняются, или там, не знаю, по каким причинам Все время тормозят и не делают предложения Не делают какие-то решительные шаги к своей возлюбленной Для того, чтобы создавать там семью Рожать детей, жить вместе долго и счастливо И вот в данном случае показана история С полным таким неким дурачком Который полностью там ни о чем не думает Кроме своей музыки Воспринимает свою девушку как очередного персонажа Который просто мечтает сняться у него в клипе Как микрофон с крыльями Да, 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 то же самое Все очень, очень так Ну, вот такой юмор необычный для нашей страны Но тем не менее Ну, у вас получилось Я думаю, что это не только мои мысли А мысли всех тех, кто видел этот клип Слушал песню Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня к нам на эфир Было очень приятно подчаться Друзья, мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях были Арсений Бородин и Настя Ивлеева Можно секундочку пошутить? Да Не только ваши мысли, но и ваши скакуны Спасибо В Настю Ивлееву вселился Олег Газманов на секундочку На этом мы и завершим эфир С вами все утро были Валерия Майорова, Кирилл Исаков Ну а сейчас Грибы, Велик, слушаем, смотрим Пока-пока Пошел Пошел Пошел